Во вторник Генпрокуратура России представила новые подробности громкого коррупционного дела экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Следователи нашли у него 565 земельных участков стоимостью, внимание, более 10 миллиардов рублей. Все земли ранее были в муниципальной собственности, а Шестун путем мошеннических схем перевел их в частную собственность, на родственников и друзей. Вообще это какая-то запредельная болезненная жадность 565 земельных участков. Хочется тихо спросить, зачем вообще столько? И неужели была хоть какая-то надежда, что преступление сойдет с рук? Подробности дела изучил Виталий Кармазин. 17 гектаров лесных угодий в природоохранном Сосновом Бару обнесены зеленым забором. Всюду камеры наблюдения, личная охрана – это фамильное гнездо бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна. И это, по данным прокуратуры, лишь один из более чем 600 объектов недвижимости, которые принадлежат отставному чиновнику. Всего у Шестуна насчитали имущество рыночной стоимостью в 10 миллиардов рублей. Это больше, чем у кого-либо из подозреваемых за всю историю конфискации в Новой России. Дорогостоящие постройки-то. Здесь 450 квадратов, ну где-то около 200 миллионов. Это все три дома? Нет, один. Мне кажется, это фантастические цифры какие-то. Да нет, ребята, у него отделка прекраснейшая. На отделку после Нового года пришли посмотреть сотрудники Следственного комитета. Провели обыски. Просторные холлы, в каждом зале авторский дизайн. Дорогостоящая мебель, личный спортзал, гардероб размером с однокомнатную квартиру. Здесь же турецкая баня-хамам, коллекция дорогостоящего оружия и золотых монет. По версии следствия, Шестун занимался махинациями с землей и помогал своим знакомым вести успешный бизнес, от которого сам получал доход. 97% земли Серпуховского района распродано. У его ближайших подельников числится, как вы думаете, 9 тысяч земельных участков. Это каким образом? То есть мы знали этого человека, еще 10 лет назад он был никем. Как уводили Серпуховскую землю, еще в 2009 году показал наш журналист Борис Соболев. Он провел эксперимент, попросил местного предпринимателя Александра Цеева легально поучаствовать в как бы открытом аукционе на покупку земли. В указанное время в указанном кабинете администрации района предпринимателя послали подальше. Не скажу даже, но не пущу. Почему? Потому. А он закрыт, и разум? Тут не написано, что он закрыт. У нас люди-то не присутствуют. Откуда там? В смысле, откуда? Все спорят. Как стоит? Тогда наши журналисты нашли и тех, кто в итоге становился владельцами огромных участков. Вот, к примеру, слесарь Виктор Дыев. У вас зарплата как? Ну, она у нас у всех слесарей одинаковая, примерно. Это сколько? Ну, 10-12. Слесарь Дыев получил полтора гектара под строительство гипермаркета. А это друг слесаря. Он получил 15 га под коттеджный поселок. А за этой дверью жена слесаря. Тоже латифундист. Мы по поводу земельных участков, потому что вы под 3 гектара владеете. Вы знаете об этом, нет? Нет, я не знаю ничего. Вы не знаете обоставлении главы Шестуна? Ну, ничего не знаю. Ну, вы откроете здесь еще. Махинации, видимо, продолжались и позже. По версии следствия, уже в 2011-м Шестун поспособствовал незаконной продаже четырех участков под гипермаркет, чем нанес району ущерб на 62 миллиона рублей. Первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу. Затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления строения в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой оно расположено по льготной цене в десятки раз ниже рыночной. При этом благосостояние семьи Шестуна множилось. Часть денег он направлял на личный пиар. Съемки музыкальных клипов. Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Постоянные трансляции выступлений своей семьи, фотосессии и многочисленные интервью в подконтрольных изданиях. Он создал медиа-империю у себя, для того, чтобы себя прикрывать и себя любимого. Посмотрите в интернете его записи песен, его, там, не знаю, все что угодно. Баллы, молодежные, просто клипы и так далее. Но это жизнь барина. По данным журналистов, Шестун пользовался покровительством местных силовиков. А потому проверки ничего и не показывали. Так продолжалось до лета 2018-го. Тогда оперативники ФСБ задержали Шестуна в его поместье. Сейчас в отношении бывшего чиновника идёт два процесса. Один уголовный, он связан с мошенничеством. Делом занимается Следственный комитет. Другой гражданский. Его инициировала Генпрокуратура. В надзорном ведомстве хотят конфисковать имущество отставного чиновника и его приближённых. В материалах Генпрокуратуры фигурирует участок с кадастровым номером 50-32-001-02-05-468. Вот он. Общая площадь более 7 тысяч квадратных метров. Маленькая деревня. Ну или микрорайон, если хотите. По мнению прокуратуры, этот участок записан на подставных лиц. А фактически, также принадлежит семье Александра Шестуна. Его жена все обвинения отрицает. По словам Юлии Шестун, вся их семья очень успешно занимается бизнесом. Отсюда и деньги на недвижимость. Александр Вячеславович до 2003 года был самым крупным предпринимателем в городе Серпухове и декларировал свои доходы многомиллионные. Месяц старшая сестра занималась предпринимательством многие годы. Отец занимал руководящие должности в строительстве и на производстве. Что касаемо мамы Александра Вячеславовича, то да, она много лет занимается также предпринимательством. Никаким успешным предпринимателем, а тем более олигархом, этот человек не являлся до момента вступления своего в должность. А вот потом уже собственность начала множиться. За эти годы, за 15 лет, официальный доход всей его семьи, то есть его, его жены, его детей, составил без малого 16 миллионов рублей. Но вся эта сумма не покрывает даже то, что записано лично на него. Жемчужина коллекции Шестуна, судя по материалам прокуратуры, две личных базы отдыха. Одна в деревне Прилуки, другая рядом с Серпуховым. Парк Дракена. Красивый гостиничный комплекс с ресторанами, спа и собственной конюшней. Является ли Шестун через аффилированных лиц, или семья Шестуна через аффилированных лиц собственником этого парка, или не является? Не является. Ну, да, приобретателем, бенефициаром и так далее. Учредительный документ, открытый у дома ФСБ и СКР, они все есть. Есть. И там значится фамилия близкого друга Шестуна, подозреваемого Бориса Криводубского. Он в бегах в Израиле. А сам Александр Шестун в СИЗО готовится отбиваться от негласного звания богатейшего обвиняемого в коррупции чиновника в стране. Виталий Кармазин, Алексей Табунков, Рамиль Батыров, Валерий Иванов и Борис Соболев. Вести недели.